Приветствую вас, Александра. Я помню, отвечал на какой-то из ваших вопросов, вот. Значит, что-то следующее. У вас не было аппетита, когда вы жили среди родственников своих, по той причине, что они несли за вас ответственность. И вам, в общем-то, при всем конфликте, при всех конфликтных ситуациях, которые у вас были, при всех ссорах, которые у вас были, между вами были, вы все же чувствовали себя под их надежной защитой. Ну или, по крайней мере, просто перед защитой. Когда же вы переехали в свою квартиру и стали жить отдельно, вы поняли, ну или понимаете, что теперь все зависит только от вас теперь. То есть вы понимаете, что в данный момент времени никто, кроме вас, например, вас не обеспечит, что все зависит, от вас зависит, как вы будете жить, от вас зависит, как вы, значит, сможете ли вы жить одна или нет. Для вас это вызов сейчас. Ну, вызов, сможете ли вы в одиночестве прожить или нет, потому что, как я помню, вы несколько неуверен в себе человек. И, соответственно, для вас это вызов. Именно потому, что для вас это вызов, 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 вызов это всегда стресс. Стресс это ускоренный обмен веществ, стресс это большое количество потребляемой энергии. И в результате этого вам требуется как раз-таки тот самый животный белок, который необходим при потреблении человеком большого количества энергии. Вот, как правильно вам сказал коллега, в потребности в мясе нет никакой агрессии. Вот, если говорить про агрессию, то агрессию вызывает, скажем, острые продукты такие, как перец, чили, там, ну, острые приправы. Я сейчас не вспомню, кто-то еще есть, конечно. Вот. Так что, никакой связи с мясом, никакой связи мяса с агрессией нет, прямой, по крайней мере. Вот. И, соответственно, потребление мяса не способствует проявлению агрессии. Я вам даже больше скажу, если употреблять мясо, то агрессии будет меньше, потому что человек будет сытым, и, соответственно, его сытость, она, ну, не позволит агрессию проявлять. То есть, просто сил-то не будет, ведь организм будет тратить силы на то, чтобы переварить мясо. Мясо довольно тяжело перевариваемый продукт, поэтому на агрессию силы не будет. Так что, если у вас есть эта установка, что мясо и агрессия связаны между собой, то она ошибочна. Вот. Так, значит, это вот был ответ на ваш вопрос. Так, значит, мне приходит, не как экономить, приходит зверская потребность мяса, и это учитывая, что я экономлю каждую копейку. Так. Начал. Связано это еще может быть именно с тем, что вы экономите каждую копейку. То есть, вы знаете, что вам нужно себя ограничивать в чем-то, а ограничивать себя вы не хотите. Ну, то есть, вы считаете, что вы и так много себя ограничивали. Вот. И, вполне возможно, именно поэтому вам хочется. То есть, хочется того, чего нельзя, хочется того, чего запрещают. И, вероятно, это уже связано с запретами, которые вам, ну, например, устанавливали ваши родственники. Вот. И негативного, и связано с негативным отношением к запретам. То есть, родственники, они сделали что? Запрет это вообще полезная вещь. Запрет позволяет контролировать. даже, ну, контролировать себя, как-то программировать свою жизнь. Да. Вот, например, если вы, допустим, живете одна, учитесь жить одна, то, соответственно, запрет, и это весьма кстати, потому что запрет поможет вам приучить себя, приучить себя к порядку. Запрет позволит вам научиться организованности, да, и так далее. Но у вас с запретами очень сложные отношения, именно потому что запреты, видимо, не были, либо не были обоснованными, достаточно запреты, либо вам не объясняли, зачем они, для чего они нужны, запреты. И именно поэтому, вот, пока мы-то вам скромировали негативное отношение к запретам, вам и хочется того, чего вам нельзя. Ну, опять же, понимаете, если вы, это зависит от того, что вы любите, понимаете, то есть, если вы любите, допустим, ну, если вы всегда любили мясо, например, всегда, ну, вот, и взять вам его хочется, то это прямо вот, действительно, я прав. Если вы любили что-то другое, например, вы любили сладкое, допустим, да, или там, ну, может что-то еще, вот, то, в таком случае, конечно, можно говорить с топом, что сейчас вам нужно для поддержания именно себя в тонусе, потому что вы сейчас, если раньше у вас были родные, то сейчас только вы у себя есть, и больше никого. Вот. И, на последок, мне бы хотел сказать немножечко про агрессию, что это такое, вот, чтобы у вас не было заблуждений на этот счет. Агрессия — это реакция человека на разлуку, на разлуку с объектом, который приносит удовольствие. То есть, если человека разлучать с тем, что ему нравится, то он будет агрессирован. Если, например, человеку показать, что он, там, допустим, не брав, вот, в том, что ему дорого, да, вот, попробуйте, там, сказать, там, кому-то, вот, что все, чем он жил, все, что для него важно, вот, все это вообще, ну, не стоит выеденного яйца. Ну, скорее всего, человек будет агрессировать на вас. И связано это, в первую очередь, именно с тем, вот, что вы лишаете его объекта вот этого вот, объекта удовольствия. Так что, если у вас есть агрессия, если она у вас проявляется, значит, вас лишают, кратки, объект удовольствия. Ну, и понять, что это за объект удовольствия, как, какое он вам удовольствие приносит, значит, почему у вас его, почему вас разлучают с ним, и так далее. И как вы к этому относитесь, как вы это воспринимаетесь, потому что иногда, как, например, в случае с запретами, значит, ну, это необходимо, это должно быть, то есть нужно иногда себя чем-то ограничить. А из-за неправильного отношения к этому, это вызывает агрессию. Кстати, в вашем случае, агрессия может быть связана с мясом только в том контексте, что, вот, допустим, вы экономите, да, и для вас это запрет. И поскольку это для вас запрет, вы на него реагируете агрессивно. И поскольку раньше агрессия могла проявляться у вас, например, на ваших близких, то теперь агрессия проявляется, агрессии проявляться некуда, объекта агрессии нет. Я знаю, у вас может проявляться в виде мяса, то есть мясо для вас это вот что-то такое, что символизирует, ну, может быть, роскошную жизнь, или, может быть, символизирует там свободу желаний, вот что-то такое. Так что, я думаю, что если есть связь с агрессией, то только вот в этом, но не более того. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...